МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Память о народном мэрии. Мемориальную доску Геннадию Закировичу Каратаеву повесили на доме 9 по улице Шверника. Важный шаг для науки. Экспресс-тест на рак могут изобрести благодаря исследованиям доцента кафедры общей физики СРФТИ НИЯУ-МИФИ. Вам решать, каким будет Саров. 21 инициативный проект ждет поддержки горожан. Подробности далее. Предоставить прокуратуре зато Саров жилье в аренду на безвозмездной основе. Такое обращение поступило в администрацию Сарова от областной прокуратуры. Фонд жилья для коммерческого использования был сформирован в июне. В него вошли бывшие пятикомнатные квартиры маневренного фонда и жилые частично благоустроенные помещения на привокзальной улице. Вопрос депутаты рассмотрели на думской сессии. Такая же практика предусмотрена на территории города Нижнего Новгорода. И рассмотрев это обращение, мы предлагаем внести изменения в действующие положения, в том числе предусмотреть предоставление юридическим лицам данных жилых помещений на условиях аренды. То есть будет предоставляться как физическим лицам, так и юридическим лицам и организациям. Предложение народные избранники поддержали. Еще один вопрос на думе подняли вне повестки. Он касался изменения полномочий председателя Городской думы. Так Антон Ульянов написал заявление о смене основы работы с постоянной на непостоянную. Это связано с тем, что на сегодняшний день я не могу совмещать работу на соображенную настрой на двух позициях. На текущий момент передо мной поставлена такая серьезная задача. У нас главится фаза в качестве исполняющего обязанности по совести организации Российского федерального реального центра. И мое заявление связано именно с этим. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Хмост через Сатис в районе лыжной базы с подводом велодорожек планируют построить в ближайшие годы. Около трех миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на этот проект заложили в бюджете города. Также проектно-сметную документацию подготовят для строительства школы и детского сада в микрорайоне 22. На эти цели выделят 9,5 миллионов. Строительство ФАКОТа в микрорайоне 15 – это ПСД. Сами работы мы закладываем на 2025 год. Понимая при этом, что как будут выполнены проектно-сметные работы и появится стоимость работы, можно рассмотреть вариант с переносом сроков на более, скажем так, на перенос сроков влево. Основные показатели проекта главного финансового документа на будущий год таковы. Доходы – 4 миллиарда 714 миллионов рублей. Расходы – 4 миллиарда 864 миллиона. Плановый дефицит бюджета – 150 миллионов рублей. Больше половины расходов приходится на оплату труда с начислениями – 59%. 18% городского бюджета уйдет на капремонт объектов социальной сферы и городского хозяйства, замену оборудования. Коммунальный расход – 6% составляет. Содержание, ремонт зданий, сооружений – почти 20%, да, 18%. Капитальный ремонт объектов социальной сферы – это вот о чем я говорила. 182 миллиона у нас на капремонт. Инвестиционные расходы – вот меньше 1%. Потому что 4 миллиарда 864 расхода бюджета и 42 миллиона инвестиционные расходы. Вот оно как раз где-то, да, это адресный инвестиционный программ – 1%. Также в ближайшее время планируют реконструкцию здания Саровского драмтеатра, а именно строительство малой сцены. Объект, наконец, удалось узаконить. На эти работы планируют потратить около 260 миллионов рублей. Проведена работа большая, было проведено, значит, подготовлено заключение соответствия объекта необходимым параметрам. В общем, сутку не с решением признал объект именно в данных параметрах, ранее учтенный. Теперь у нас есть основания заниматься, им готовы разрабатывать ПСД и включаться во все структуры регионально-федеральные значения, включение в программу по финансированию и продолжению работы. Капремонт значимых инфраструктурных объектов города рассмотрят на ближайшем заседании Думского комитета. Работы по реконструкции хоккейной коробки «Сокол» остановились. Причина – в претензии газовой службы. Ее специалисты утверждают, заливать бетоном основание коробки нельзя, только асфальтовое покрытие. Проект, который предусматривает создание, залитие железобетонной плиты, основание и железобетонные конструкции, бетонное основание плита. Ну и дальше там резиновая паприка, которая круглогодичного используется. Значит, сейчас имеется письмо из газовой службы, ну, Саровской газовой компании, о том, что там железобетонное основание ни при каких обстоятельствах примено быть не может. Вы видели это письмо? Видите, вы даже не в курсе, да? В связи с тем, что там проходит газопровод высокого давления. Казалось бы, претензия газовой службы – достаточное основание для переноса сроков реконструкции объекта. Но, по словам представителей заказчика Центра внешкольной работы, проектировщики не подписывают решения с асфальтовым покрытием. Из-за этого вопрос оказался в тупике. Ее надо выводить из тупика. Была возможность демонтировать арматуру и успеть закатать асфальт. Уже не успели. Кто должен принять решение? УКС? Кто принять решение? Или кто? Мы ждем УКС. Я думаю, что УКС. А УКС думает, что? А УКС? Потому что проект как раз. Когда удастся утрясти все вопросы с документами, можно будет говорить о переносе финансирования на следующий год. Деньги городские, перенести их можно. То есть там нет финансирования областного или федерального. Конечно, можно. Было бы основание. Письмо газовой службы протестных по поводу железобетонной плиты – вполне подходящее основание для этого. Дело в том, что… Для внесения изменений в проект, в связи с этим переносы средств на следующий год. Контракт не расторгнут. А, как тут перейду. Приняты бюджетные обязательства. И мы их просто в январе месяце профинансируем и доведем до учреждений заново. Ситуацию с хоккейной коробкой «Сокол» депутаты продолжат рассматривать на профильных комитетах. Геннадий Каратаев на протяжении 16 лет руководил городом. На этот период выпали тяжелые 90-е годы. Как вспоминают многие горожане, в эти непростые времена Геннадию Закировичу удавалось удерживать ситуацию в Сарове в стабильном положении. Изыскивать различные резервы для помощи людям, насколько это позволяли возможности. Помимо социальной сферы, Геннадий Каратаев уделял пристальное внимание и развитию городской инфраструктуры. За его неравнодушие к судьбе Сарова жители прозвали Геннадия Закировича народным мэром. В память о нем по улице Шверника 9 установили памятную доску. В этом доме градоначальник жил до самой кончины. Ровно год назад я в ответ на обращение общества написал письмо главе администрации в комиссию по вековечной памяти с предложением открыть памятную доску. Это будет с учетом того, что это будет первый знак в честь памяти градоначальника. Комиссия ответила положительно и предложила все сделать по его регламенту, который прописан в нормативных документах. Работа над проектом была непростой, но Дмитрий Авдеев встретил много единомышленников, которые помогали в различных вопросах. Содействие оказали депутаты Заксобрания и городские административные структуры. Ходатайство подписывали совместно с Советом ветеранов в НЕЕВ. Разработку, изготовление и установку памятной доски финансировали депутаты городской думы и предприниматели. Разработку проекта, изготовление и установку финансировали депутаты городской думы Авдеев Дмитрий, Щербух и Денис, предприниматели Левашов Виктор и Курин Владимиров. Так что во всех смыслах проект народный, без указки и без помощи сверху. Не могу не отметить административные ресурсы, которые в случаях трудностей, которые использовал глава администрации Алексей Сапонов. Не могу не отметить депутата Заксобрания Юрия Миновича Никимова, который сглаживал временами возникающие острые углы. Несмотря на мороз, на открытие памятной доски Геннадию Кротаеву собралось много народа. Кто работал или взаимодействовал с народным мэром, вспоминали о его качествах, рассказывали о случаях из жизни. Высказаться мог любой желающий. Люди говорят, вы знаете, ведь он мне, вот я пришел к нему, он меня принял, без всякой записи, без всяких, вот предложил мне суд. Сейчас это, ну, не принято. Если отвечать, то буду отвечать и я. Вот это вот пример. Ну, будем так говорить, да, и брать ответственность на себя, и отваги, и чувство своей правоты вот такой. То есть вот оно всегда ему было присуще. Воспоминания о нем останется очень надолго, потому что это был прекрасный учитель. То есть его богатым опытом, который он имел в области городского хозяйства, очень много мы на него научились. Гости мероприятия возложили цветы к памятной доске Геннадию Кратаеву. Что если в будущем разработают экспресс-тест на рак наподобие быстрой диагностики ковида? Это может стать реальностью в том числе благодаря исследованиям доцента кафедры общей физики с РФТИН и ЯУМИФИ. На базе учебно-научной лаборатории института он выявил особый, более детальный способ анализа клетки. В современной медицине используются биомаркеры, например, для определения заболеваний, в том числе и раковых. Но часто, особенно на начальных стадиях, такие биомаркеры, они могут или не показать наличие раковых клеток, либо могут дать ложные какие-то результаты. В нашей лаборатории мы используем подход, который позволяет оценить физические изменения клеток, в том числе и раковых, на начальных этапах. Таким образом, мы комплиментарно к биомаркерам пытаемся найти те физические изменения, которые характерны, например, для раковых заболеваний или для других заболеваний человека. И часто это действительно помогает более точно поставить диагноз, когда, например, для анализа доступно всего несколько клеток. На тему методы сканирующей зондовой микроскопии для оценки физических маркеров раковых заболеваний Максим Докукин защитил докторскую диссертацию. В ее основу легли более 40 статей исследовательских работ ученого. Доклад заслушивал Совет МФТИ. По словам Максима Евгеньевича, это результат упорного труда, в который активно включались студенты и аспиранты. Их количество более 10 человек. А здесь мы уже можем говорить о раннем вовлечении в науку. Можем уже говорить о подготовке не просто специалистов, а специалистов ориентированных, практикоориентированных. Специалистов после выпуска готовых сразу приступать к производственной деятельности. Поскольку мы являемся базовым вузом Российского федерального ядерного центра в НЕФ, это очень важно. Последняя работа Максима Докукина была посвящена исследованию активации нейтрофилов. Клеткам крови, которые отвечают за иммунитет, борются с бактериями и вирусами. В момент воспалительного процесса сильно меняется их структура, что можно отследить с помощью микроскопа. Максим Докукин выступил с устным докладом на юбилейной 25-й Всероссийской конференции с международным участием в жизнеобеспечении при критических состояниях. Наша лаборатория сотрудничает с Московским центром ФНКЦРР. Это центр, занимающийся реаниматологией. Лаборатория, с которой мы сотрудничаем, она занимается исследованием свойств крови как раз при критических процессах, например, возникающих при реаниматологических каких-то ситуациях. Максим Докукин закончил физический факультет МГУ имени Ломоносова. Во время учебы в аспирантуре его пригласили в Южную Корею по обмену. Тогда Максим Евгеньевич понял, что хочет посвятить жизнь науке. По возвращении защитил кандидатскую по физике твердого тела. Остался в МГУ. Через несколько лет ученый оказался в Японском университете. Позже 10 лет посвятил работе в США. В 2018 году Анна Геннадьевна пригласила меня в Саровский физтех, где спустя несколько лет была открыта эта лаборатория. И здесь, соответственно, я продолжил свои научные исследования. Технологии, которые мы здесь разрабатываем, они находятся на самом переднем крае науки. Максим Евгеньевич выражает благодарность руководству Сарфитеи за поддержку в научных исследованиях. Также он поблагодарил коллег, студентов и аспирантов, которые проявляют большой интерес и помогают в работе в стенах лаборатории. В детской школе искусств номер два проходят крупные культурные городские мероприятия. Сюда стекаются гости из Нижегородской области и всей России. В этом году Дыши и номер два исполняется 30 лет. За это время актовый зал учреждения потерял эстетический и современный вид. Зрительные кресла в помещении уже видали виды. На них есть трещины, потертости и выцветшие участки. Кроме того, старая мебель съедает звуки и ухудшает акустические возможности зала. Эти кресла, они уже стоят здесь около 30 лет. И поскольку их дизайн, наполнение уже, можно сказать, устарело, они съедают огромную часть акустики нашего зала. Здесь выступают не только хореографы, актеры, но и наши юные музыканты. А это очень важно, чтобы во время их исполнения звук доносился до каждого зрителя, слушателя. Обновление требует и сцена. Деревянное покрытие на ней растрескалось, в результате чего дети во время занятий и репетиций получают занозы. На сцене много заплаток, так как порой старые доски не выдерживают большого веса инструментов. Во время концерта неоднократно у нас ломались вот эти вот дощечки, и несколько раз вот колесо от рояля просто проваливалось в сцену. Поэтому поменять это покрытие очень важно. А кресло? Ну, кресло – это внешний вид зала, это комфорт зрителей, это вообще общее такое эстетическое состояние мероприятий, которые мы проводим. Деревянные доски хотят заменить на специальный сценический линолеум, соответствующий техническим и визуальным требованиям. Ремонт актового зала детской школы искусств номер два вошел в перечень проектов программы инициативного бюджетирования «Вам решать». Педагоги и руководители школы собрали необходимое количество подписей, лайков и репостов. Теперь настал самый важный этап – голосование. Мы хотим, чтобы в нашей школе жизнь стала красивее и комфортнее. Просим вас поддержать наш проект, и мы надеемся, что наш актовый зал станет местом притяжения современной саровской молодежи. Чтобы проголосовать за инициативу саровчан, переходите на сайт голосза.ру и выбирайте губернаторский проект «Вам решать». Авторизоваться можно по номеру телефона или с помощью учетной записи на госуслугах. Выбирайте город Саров и проект. Нажимайте «Голосовать». Важно помнить, что голос можно отдать только за один проект. Голосование продлится до 20 декабря. Милый котик в шарфике своими руками. Такую поделку смастерили педагоги и воспитатели города вместе с руководителем объединения «Волшебная глина» Дворца детского творчества Галиной Котовой. Участники попробовали свои силы в лепке из глины, в технике девеевской игрушки в рамках общегородского фестиваля педагогических идей. Мы сегодня хотим попробовать сделать вот таких небольших котиков. Но так как я котова, Галина Борисовна, конечно, первый мастер-класс я всегда делаю котиков. Чем знаменита наша девеевская игрушка? Она не раскрашивается, она лепится 2-3 цвета глины. И поэтому она изготавливается, в принципе, легко. Мастер-класс проходил подробно и поэтапно. Галина Борисовна познакомила гостей со всеми нюансами работы с глиной. Рассказала о своих наработках. Педагоги сделали и небольшую физкульт-минутку, чтобы размять руки и немного переключить внимание. Занятие проходило точно по такому же алгоритму, как и для детей. Вот как я с детьми работаю, как я говорю, я точно так же преподаю и взрослым. У меня как-то нет различия, что ребенок, что взрослый. И сама методика мне хочется донести, чтобы взрослые почувствовали легкость работы с этой глиной. Фестиваль педагогических идей объединил учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования. В течение ноября на открытых занятиях и мастер-классах участники учатся новым педагогическим наработкам и находкам у победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства. Так Галина Борисовна Котова стала призером регионального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Цель фестиваля – перенять педагогический опыт и самостоятельно ввести понравившиеся практики в детские коллективы. Данное мероприятие, наверное, станет такой завершающей красивой точкой в рамках года педагога и наставника. Напомним, что 23-й год – это год педагога и наставника, и все самое лучшее, что есть в педагогической среде, конечно, мы показываем, делимся и рассказываем. Делимся мы опытом регулярно, то есть ежегодно на различных площадках, мастер-классах. Но вот так именно собрать под эгиды фестиваля и показать все сразу лучшее, все, что у нас есть, это, наверное, за последний год первый раз такое. 28 ноября педагог Елена Гринёва проведет на базе ДДТ открытое занятие по программе туристско-краеведческой направленности. Увлекаться психологией и изучать научно-популярную литературу по этой науке Елена Пашкина стала в старших классах школы. Потом увлечением вылилась в профессию. Елена поступила в Университет Лобачевского на психолого-педагогический факультет. По специальности девушка работает три года. Начинала карьеру в качестве школьного психолога, а в марте пришла в молодежный центр. Мне было интересно общаться с людьми, и в процессе разговора мне нравилось, что решается какая-то их проблема. Я на тот момент понимала, что у меня недостаточно знаний, и это нужно сделать как-то более профессионально, можно сделать. И поэтому решила связать жизнь с профессией. Психология не раз помогала в жизни и самой Елене. Знания в этой области помогли лучше понимать людей и себя. В молодежном центре психолог проводит индивидуальные консультации для подростков и родителей. Беседует со студентами в рамках профилактических акций, просветительских лекций. Психолог сотрудничает с Клубом молодых семей «Семья» и Клубом общения молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Лотос». Для участников Елена проводит тренинги, организует тематические встречи. Выгорание может происходить, оно может происходить со временем, потому что эта работа требует много энергетических затрат. Поэтому нужно знать свои ресурсы, понимать, какая деятельность приносит удовольствие, чтобы вот эти силы восстановить. Также помогает встреча с коллегами, с психологами, где ты получаешь поддержку, и опытные психологи дают советы, как можно выйти из тех или иных ситуаций, связанных с выгоранием. Елена Пашкина стала одним из авторов нового проекта молодежного центра «За маской». На занятиях участники от 16 до 20 лет учатся познавать себя, развивать эмоциональный интеллект, выстраивать коммуникацию. Для этого психолог дает различные упражнения и мини-лекции. В процессе игры, в процессе выполнения упражнений участники приобретают опыт, который им помогает в дальнейшей жизни успешно устроить коммуникацию. Все это заканчивается игрой «За маской». Она построена на психологической игре «Мафия», где участники смогут полученные знания применить на практике. В молодежном центре есть горячие телефонные линии для подростков и их родителей. Специалист может выслушать о проблеме, оказать психологическую помощь во время проживания трудных ситуаций и негативных эмоций. Телефонная линия работает по четвергам с 15 до 18 часов по номеру 99-313. Детская библиотека имени Пушкина известна многим горожанам своими неординарными, яркими и интересными мероприятиями, многочисленными активностями для юных читателей. Мероприятия библиотеки не оставляют ребят равнодушными. Но на этот раз Пушкинка впервые подготовила необычный подарок для взрослой аудитории – моноспектакль «Наш Островский», посвященный 200-летию драматурга. Автором идеи выступила Александра Доронина, актриса Саровского драматического театра. С 29 августа началась работа. Работа ежедневная, по несколько часов в день. Работа сначала над идеей, то есть идея принадлежит Александре Вадимовне. Идея спектакля, который состоит из 14 явлений. Цифра 14 визита не случайна, потому что сам Островский считал эту дату какой-то фатальной в своей судьбе. Режиссером постановки стал Игорь Головин. Формат моноспектакля был необычным. В рассказ о писателе вкраплялись видеофрагменты из спектаклей по пьесам Островского. Зрители могли познакомиться с постановками Малого театра – Театра Маяковского, МХАТа. Также повествование сопровождалось историческими фотографиями. А каждый предмет на сцене помог воссоздать узнаваемый интерьерный стиль купеческого дома. Александр Николаевич всю жизнь любил хорошо одеваться и подолгу крутился перед зеркалом. В постановке было место и интерактивностям. Зрители познакомились с причудливыми именами персонажей Островского. В роли рассказчика выступала библиотекарь Пушкинки Ксения Якунчикова, для которой актерский опыт стал новым и необычным. Мне это далось легко, интересно, эмоционально. И это огромный жизненный опыт. Опыт такой актерский, профессиональный. Я хоть работаю в библиотеке, но я по профессии культуролог, мне это все очень близко. Поэтому я, ну если не сказать, что в своей тарелке, то мне это очень близко и понятно. Спектакль прошел в рамках традиционного теплого вечера в Пушкинке. Для маленьких гостей также подготовили насыщенную детскую программу с творческими площадками и мастер-классами. Идея собрать единомышленников и организовать концерт группы кино пришла председателю Детской палаты «Галактика» Степану Борисову давно. Камерное мероприятие получилось сделать в детском лагере. Позже юноше захотелось выступить и для саровских зрителей. В качестве площадки выбрали дворец детского творчества. Директор поддержал инициативу ребят. И начались активные репетиции. Над концертом работала команда школьников, которые все придумывали и делали сами. Ловшин Руслан у нас чает за видео и звук на концерте. Я, Борисов Степан, соло и ритм-партия. Анита Власова у нас – это бас-гитара, тоже вокал. Также Тетерина Соня у нас выступает как организатор, им моральная поддержка. И Малькова Соня у нас – видеооператор. Команда готовилась к выступлению около пяти месяцев. Чтобы концерт был более динамичным, ребята готовили визуальное сопровождение. Монтировали, разрабатывали видеотрансляцию на монитор в реальном времени. Работали со светом. Весь концерт сопровождал голос самого Виктора Цоя. Поддержать юных музыкантов пришли друзья, родители, учителя. Творчество Виктора Цоя и группы кино оказали большое влияние на Степана Борисова. Легендарные рок-хиты вдохновили молодого человека на занятия музыкой. И по сей день кино остается одной из любимых групп. Именно из-за песен Цоя я решил научиться играть на гитаре. Моя самая первая песня стала «Зэ по имени солнца». Я начал развивать свою технику игры. Появилась электрогитара. И в конце концов это пришло даже концерту. На фестивале «Солдатской песни» в прошлом году я выступал с одной песней, тоже Виктора Цоя, группа «Крови». Это было мое самое первое на большую публику выступление. В дальнейшем ребята планируют выступить с концертом и на других площадках города. День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября. Дату праздника выбрали не случайно. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге наступают первые зимние холода. В Сарове новогоднее настроение ворвалось с стены 2-го В-класса школы номер 14. Во время классного часа «Снегурочка» пришла в гости к ребятам, чтобы вместе поздравить Деда Мороза с днем рождения. В рамках интерактивной программы дети делились знаниями о знаменитом волшебнике, делали со «Снегурочкой» зарядку и чинили телефон, чтобы позвать Дедушку Мороза. Сказочные персонажи подготовили насыщенную программу с флешмобами, загадками и песнями. На месте не сидел никто. Праздник очень понравился. Тем более, как Дед Мороз, мы чинили телефон, чтобы позвонить ему. Мне очень понравился сегодняшний праздник, когда Дед Мороз к нам пришел. А Новый год я хочу отпраздновать вместе с семьей, и мы решили, что на Новый год мы поедем в Москву. Мне понравилось танцевать, и мне все понравилось. Без Деда Мороза Нового года не будет. Обычно на день рождения к Деду Морозу в Великий Устюг съезжаются дети со всей страны, чтобы принять участие в праздничном хороводе с зимними персонажами. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравления для Деда Мороза. Юные саровчане тоже не остались в стороне. Ребята пекли праздничный торт и обменивались пожеланиями. Целый год смотрю за детишками, правильно ли себя ведут, не болеют, слушаются ли взрослых. В школу я пришел посмотреть, как они учатся, а готовлюсь я к Великому празднику, к Новому году. Заготавливаю подарки, покупаю вкусности, сладости, ну и, конечно же, жду встречи с детишками, с моими любимыми. В конце праздника второклашкам предложили написать письмо Дедушке Морозу. Дети традиционно попросили у волшебника подарки, пожелали здоровья и сил. На прощание Дед Мороз угостил ребят конфетами. На отделении художественная керамика Диана Авдеева учится с четвертого класса. Тогда Диана заинтересовалась этим направлением, потому что с детства увлекалась рисованием, лепкой, различными видами рукоделия, занимала призовые места на творческих конкурсах. Девушка успешно прошла вступительные испытания в детскую школу искусств. Лепка из глины – кропотливая и напряженная работа. Здесь нужно не только уметь придумать в фигуре определенные объемы и изгибы, но и подобрать цветовую гамму. Это очень кропотливая работа, потому что тебе может не нравиться вообще оттенок. Вот ты нарисовал, например, какой-то мазок на листе, потом сделал два мазка, и тебе не нравится вообще. И ты готов переделать всю работу досконально. Перед тем, как приступить к работе с глиной, изначально нужно продумать идею, нарисовать эскиз со всеми деталями, потом сделать его в цвете. Только после всех этих этапов можно приступить к лепке. На областном интернет-конкурсе произведений мастеров декоративно-прикладного искусства «Традиция и современность» Диана Авдеева стала лауреатом третьей степени в номинации «Традиционное декоративно-прикладное искусство». Ученица представила на конкурс панно «Древо жизни». Мы с моим учителем керамики Снежаном Славны изначально решили сделать в центре древо жизни, а после уже решили добавить к древу львов, чтобы, так сказать, они его охраняли. Сначала я хотела сделать изразец в гуаше, но после мы сошлись на мнение, что лучше его сделать в глазуре. Над панно Диана работала в течение трех месяцев, ведь изделие в глазуре нужно обжигать по несколько раз. Древо жизни она выполнила в традиционном стиле изразца с соблюдением технологии и тематики. Мы не берем и не лепим настоящий изразец, мы делаем под изразец. Чем же он отличается от настоящего изразец и декоративного изразец? Это отличается подушкой, которая крепится на печку. Эту подушечку воздушную мы не делаем, потому что это большинство похоже на кирпичик. Она у нас не несет утилитарное применение, а все детские работы должны где-то участвовать в конкурсах, висеть на выставках на каких-то или украшать нашу школьную территорию. Поэтому мы делаем под изразец, убирая лишние детали. Работа Дианы Авдеевой украшает выставку в фестивале керамики «Живая глина», которая проходит в детской школе искусств номер 2 в здании ОБЦ. Посмотреть экспозицию можно до 14 декабря, без возрастных ограничений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова